Телерадиокомпания Кунгур и компания Данком представляют информационную программу Город новостей. Телерадиокомпания Кунгур и компания Данком представляют информационную программу Город новостей. Телерадиокомпания Кунгур и компания Данком представляют информационную программу Город новостей. Далее обо всем с подробностями. Пожар в многоквартирном доме. В понедельник в 14 часов на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по адресу Свободы 140А. Пожарные сразу же выехали на место. Все последствия несчастья изучила Елена Котельникова. Эти кадры сняты камерой мобильного телефона. Их предоставил нам житель дома напротив. На съемке видно, что к приезду пожарных из окон на четвертом этаже валит дым. Причем он вырвался уже даже за пределы квартиры и идет из окна подъезда. Оно справа от окон пострадавшей квартиры. Как оказалось, горело трехкомнатное жилое помещение. Его хозяин Юрий Жаринов. Короткое замыкание сам Юрий связывает с проблемами электроснабжения в этом доме. С проводкой проблем у нас не было, но свет неделю назад, на позапрошлой неделе, всю неделю газ, днем и вечером. А так во всем подъезде или только у вас? Почему? Во всех трех домах. Тот дом, тот дом, четырех даже и тот дом. В качестве предварительной версии пожарная тоже называет короткое замыкание в розетке. От нее после пожара практически ничего не осталось. Как, впрочем, от благоустроенной кухни. Общая площадь пожара, по информации пожарной части, составила два квадратных метра. В основном огнем повреждены стены. Благо, обошлось без жертв. С кухней огонь как раз распространялся. Была угроза распространения пожара на соседние помещения в этой квартире, ну и, естественно, на рядом находящиеся квартиры. Пожарные среагировали очень быстро. По словам местных жителей, брандмейстеры прибыли в считанные минуты. Они дали распространиться огню на соседние квартиры и спасли личное имущество хозяев пострадавшей квартиры на сумму полтора миллиона рублей. При том, что ущерб от пожара составил 70 тысяч. К тому же пожарные эвакуировали шестерых жильцов соседних квартир. Всего этого не было бы, считают специалисты, если при выходе из дома соблюдать одно простое правило. В первую очередь, те электроприборы, которые можно отключить и которые требуют отключать инструкции производителя, нужно обязательно выключать. Потому что вот по этим причинам, в принципе, пожары происходят. Конечно, холодильник, к примеру, не отключишь. Ну, значит, желательно выключать. По статистическим данным, именно из-за неисправности в электропроводке происходит каждый четвертый пожар в жилых помещениях. С января по октябрь прошлого года таких в Кунгуре произошло около 20. В этом году рост составил 3%. Пришла беда, откуда не ждали. В кунгурской семье Греховых полмесяца назад случилось несчастье. Их дочь, пятиклассница, учила уроки, когда вдруг поняла, что ничего не видит. Родители вызвали скорую, ребенка увезли в реанимацию. Тогда же кунгурские врачи поставили предположительный диагноз – опухоль головного мозга. Спустя неделю его подтвердили в Перми. Теперь девочке требуется срочная операция по удалению опухоли. 11-летняя Даша Грехова сейчас находится в Пермском отделении нейрохирургии. Опухоль, говорят врачи, доброкачественная, но очень большая – 40 на 35 мм. Девочка катастрофически быстро слепнет. Операция будет проводиться в Москве или в Тюмени. Примерная стоимость – 100 тысяч рублей. За считанные дни собрать эти деньги родителям больной девочки невозможно. Поэтому они просят помощи у жителей города. Средства для операции Даши Греховой можно перечислить на лицевой счет, который вы видите сейчас на экранах. Мошенники атакуют. Практически еженедельно в Кунгуре регистрируются кражи с банковских карт. Легче всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Они более доверчивы и ответственны. С одним из них встретилась наш корреспондент Дарья Гребнева. Юрий Александрович попался на удочку аферистов в августе. Телефонные мошенники, что называется, обули его на 41 тысячу рублей, что стало существенным ударом по карману. Ну представился сразу товарищ, что охрана банка, ваша карта заблокирована. Я ему свою карту открыл и нажал переводы. И он уже диктует номер своей карты, пин-код своей карты и уже номер, который надо потом перечислить. Наш коллега Игорь Конюшков тоже едва не попал в цепки лапы преступников, но вовремя сообразил, что банки СМС-рассылками с мобильных телефонов не занимаются. СМС-ка пришла с телефона сотого 8-908-41-34-231. Ну я сразу понял, что это обычный частный какой-то телефон сотовый, который никакого отношения к моей банковской карте не имеет. Поэтому, люди, будьте внимательны, смотрите, с каких номеров приходят планы СМС-ки. Схема, по которой работают злоумышленники, достаточно проста. Людям приходят СМС-сообщения, из которых следует, что банковская карта пользователя заблокирована. Люди старшего возраста, как правило, незамедлительно начинают перезванивать и безропотно сообщать свои персональные данные, попадая тем самым на уловки мошенников. Обезопасить себя – это просто не поддаваться на уговоры, потому что ни один банк никогда не отправляет СМС-рассылки с номеров в мобильных телефонов. Злоумышленников найти очень сложно, потому что номера, с которых были отправлены рассылки, зарегистрированы на подставных лиц. Именно по этой причине раскрытых преступлений по кражам средств с банковских карт за этот год в Кунгуре пока нет. Дарья Гребнева, Александр Липин, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Сегодня в рамках Всемирного дня психического здоровья во Дворце культуры театральной была организована встреча с главным психотерапевтом Пермского края Владимиром Рюминым. Речь шла о том, как проявляется стресс, что вызывает и каким последствиям приводит. Слушатели – люди в основном среднего возраста, для которых пребывание в стрессовом состоянии стало нормой. А ведь стресс зачастую приводит к заболеванию внутренних органов, в том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям. Человек, постоянно испытывающий сильные перенапряжения, находится на грани депрессии. Стресс – это ведь на самом деле не болезнь, я хотел бы донести до слушателей. Это не болезнь, это просто-напросто реакция, это просто-напросто реакция подготовки к какому-то действию. Чем менее мы готовы к действию, тем больше вот эта реакция, называемая стрессом. От последствий депрессии, как утверждает психотерапевт, страдают как дети, так и взрослые. У мужчин она может вызывать инфаркт миокарда. Депрессия страшна еще и тем, что трудно лечиться и вызывает мысль о самоубийстве. Об этом свидетельствует печальная статистика, ведь Россия в целом, а особенно наш регион, занимает критическую позицию по самоубийствам. Поэтому, как посоветовал Владимир Рюмин, всем нам стоит быть внимательнее друг к другу и к самому себе. Консультация по телефону. Такая возможность появится 26 октября у реабилитированных граждан и у тех, кто признан пострадавшим от политических репрессий. Прямую телефонную линию по вопросам предоставления мер социальной поддержки реабилитированным гражданам и признанным пострадавшими от политических репрессий проводят территориальное управление Месоцразвития Края. Позвонить по телефону, указанному на экране, можно будет 26 октября с 14 до 16 часов. Далее блок рекламы, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Только 28 октября в ДК «Мечта». Очаровательные сморфики, светодиодное шоу, мыльные пузыри «Феи Блум» и «Белый человек-паук». Ждем вас 28 октября в 12 часов в ДК «Мечта». Приходите всей семьей. Когда вам нужны деньги, но не хочется никуда идти, просто позвоните в банк. Алло? Да, нужно. Горячие кредиты с переплатой всего 10,4%. Хорошим клиентам хорошие условия. Восточный экспресс-банк. 8800 100 ровно 7100. Размер имеет значение. В корпорации «Центр» скидки 30, 40, 50% на всю бытовую электронику. С 12 по 31 октября. На базе «Облпрода» акция для народа. Цены низкие, продукты хороши. Закупайтесь от души. Сахар 26 рублей 90 копеек за килограмм. Окрадь куриные 84 рубля за килограмм. Базы «Облпрода» работают для народа. Впервые в Кунгуре. На радость жителям и гостям города в торговом центре «Урал» открывается новый аттракцион гонки на электромобилях. Вы сможете получить незабываемые ощущения и заряд положительных эмоций. Так-то в русском государстве царь решил издать указ. Чудо чудное Ивану отыскать бельеф в сейчас. Вышел Ваня в чисто поле, натянул он лук тугой. И стрела, касаясь неба, угодила в центрострой. Экадиво, молвит Ваня, красота или пота? Я ж такого изобилия не видел никогда. Ну, теперь ремонт на славу в царстве нашем заверну. Выстрою себе усадьбу, приведу туда жену. Знаете все, что лучше места вам вовек нет искать. Это место, без сомнения, центростроем величать. Компания Данком приглашает в первый дверной супермаркет Кунгура и удивляет огромным разнообразием стальных и межкомнатных дверей. Высокая прочность и эксклюзивное оформление, благородные оттенки и яркий дизайн, а также надежные замки и дверная фурнитура. Компания Данком. Здесь живет твоя дверь. Улица Свободы, 144. Телефон 2-50-05. Вы смотрите Город новостей. В 2008 году на улице Свободы бывшие комсомольцы заложили аллею в честь 90-летия в ЛКСМ. Посадили и забыли. Марат Борисов отыскал комсомольские посадки. В эфире Мелочи жизни. Генеральный спонсор рубрики Мелочи жизни компания Домстрой. Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Здесь, на пересечении улиц Гоголя и Карла Маркса мы уже были. Дело в том, что с момента нашего последнего визита эта яма стала еще больше. По идее, заделывать надо все равно такие ямы. Заделывать полностью это место нельзя. Дело в том, что сюда уходит лишняя вода. Но мелочь эту нужно отремонтировать. Еще вчера здесь, по улице Свободы, на этой автобусной остановке ничего, кроме плиты, не было. Сегодня людям есть где укрыться. Лучше можно укрыться от дождя, например. Потом зимой снег, например. Тут не было скользко. И вправду все хорошо. Но, как это уже было, коммунальщики забыли об одной мелочи. Убрать старые таблички. Ведь эта автобусная остановка называется «Дома горсовета», «Совета», а не гостиница. Несколько лет назад здесь, на улице Свободы, кунгурские чиновники и представители общественности Кунгура посадили саженцы молодых деревьев. Дело это было приурочено к дню рождению комсомола. Деревья прижились. Вот только на аллею это место совсем не похоже. Конечно, не похоже, где замокло посадить. Никто не смотрит, никому ничего не надо. Маленькое плодие посадили, и все, ведь больше не стали сидеть. Если честно, немножко обидно. Это благое дело может и мелочь. Но мелочь это дороже надо. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. И возвращаемся к противопожарной теме. Веселые старты для дошкалят соревнования для Кунгура привычные. Но два года назад знакомые испытания с легкой руки организаторов несколько изменились. Теперь ребята должны показать себя не только как ловкие спортсмены, но и как отважные пожарные. Азы противопожарной безопасности ребятам преподает инспектор Госпошнадзора и специалист Всероссийской добровольной организации пожарных. Но это только часть большого и интересного урока по правилам поведения при пожаре. Главное – впереди. Все восемь детских команд, а это около ста дошкалят, соревнуются в тушении огня и преодолении препятствий на пути к спасению. В целом ребята прошли пять этапов, после чего судьи назвали победителей. Третье место веселых стартов досталось детскому саду номер 13. Вторыми стали воспитанники начальной школы сада номер 6. Лучший результат показали маленькие спортсмены и 16-го детского сада. Я считаю, что нашим детям это очень нужно. Нужно, потому что они уже взрослеют. Они должны научиться общаться друг с другом. В команде должны участвовать, уметь. Человек, обладающий предпринимательской хваткой, сумеет извлечь пользу из чего угодно, даже из мусора. Сегодня в нашей программе еще один пример удачного бизнеса. Рубрика «Сработало». Ежедневно, чтобы утолить жажду, каждый из нас покупает минеральную воду. И в итоге пустая бутылка оказывается в урне. Но не каждый из нас задумывается о том, что мы выбрасываем реальные деньги. Как заработать и принести пользу обществу, задумалась наша героиня. И на карте города Перми появился завод по переработке вторсырья. Ну вот, Павел, смотрите, вот это наше предприятие, где мы все это вторсырье сортируем, прессуем и отправляем на дальнейшую переработку. Идея создания такого бизнеса лежала в буквальном смысле на земле. Ведь довольно часто, особенно в отдаленных районах Перми, можно видеть одну и ту же картину. Брошенные на землю бутылки, банки и прочие отходы жизнедеятельности человека. Живя в своем городе, я замечаю, что на улице очень много валяется пластиковой бутылки. То есть она практически никому не нужна, то есть никто ей не хочет заниматься, не собирает ее. Для этого я решила, немножко узнала побольше об этой пластиковой бутылке и поняла, что она идет в дальнейшую переработку. Решила я заняться сбором, сортировкой и дальнейшей подготовкой к переработке. Мария загорелась идеей. Просчитав риски, поняла, такой бизнес может быть прибыльным. Решила попробовать. Собственных средств было не так много. И тогда Мария со своим проектом обратилась в центр занятости. Здесь ее всецело поддержали и просубсидировали старт проекта. Взамен Мария взяла на производство из центра несколько безработных. Естественно, так как я открываю предприятие, мне нужны люди. Я устроила, я посчитала, что мне нужно для открытия предприятия, какое количество людей мне нужно. Сосчитала, что мне нужно 16 человек. И этих людей я трудоустроила. То есть у меня работают все люди из центра занятости. На деньги центра занятости было куплено все необходимое оборудование. Машины для прессовки вторсырья, погрузчик и автомобиль. Собственных средств хватило на доукомплектование производства мелким инструментом и на первую закупку вторсырья. Сегодня предприятие Марии работает в полную силу. Среди постоянных клиентов, заводы, небольшие организации и обычные горожане, кто предпочитает не засорять природу, а нести пластиковый мусор сюда. Вообще как бы процентов 50-60 от основного мусора можно переработать. То есть получается, что городская свалка у нас на этот процент будет меньше. То есть засорять и город. То есть пластиковая бутылка, она перерабатывается 300 лет. И это было только начало. Вслед за пластиковыми бутылками на предприятии Марии начали принимать и полиэтилен, и картон, и даже пластмассу в любом ее виде. Причем Мария пошла дальше. По опыту европейских стран она сегодня не просто предлагает горожанам приносить в торсырье пункты приема, а пытается стать ближе к каждому клиенту. Вот, Павел, мы еще инновационную технологию вводим. Такие контейнеры для сбора пластиковой бутылки. Будем начинать с Мотовелихи, но в дальнейшем мы планируем установить в каждом дворе по всему городу. В идеале, говорит Мария, это когда во дворе каждого дома будут стоять не просто покосившиеся мусорные баки, а именно такие контейнеры. Для пластика, для железных банок, для стекла. Ведь каждый из нас тогда не просто будет выбрасывать мусор, а реально делать мир чище. И если таких предпринимателей в Прикамье будет больше, может быть, власти муниципальной больше не надо будет тратить миллионы на уборку улиц и заниматься организацией общеградских субботников. Я хочу посоветовать предпринимателям, чтобы они шли к своей цели, ставили задачи и никогда не отступали назад. Любой даже самый небольшой бизнес это в первую очередь налоги в бюджет и, конечно, новые рабочие места. Но не каждый предприниматель задумывается о том, как заработать и дать заработать другим, но и сделать окружающий мир чище. И если такой бизнес вам по душе, попробуйте, быть может, именно вы спустя некоторое время с уверенностью скажете, сработало. Тыква-чемпион. Кунгурский огородник Болеслав Ливандовский вырастил тыкву весом почти в 40 килограммов. К слову, самая большая тыква выращена в США, в штате Висконсин. Ее вес более 800 килограммов. Кунгурское чудо до американского пока не дотягивает, но для нашего климата и такая великан. На заднем сидении автомобиля Болеслава Ливандовского тыква занимает столько же места, как взрослый человек. Для того, чтобы ее вытащить наружу, потребовалась помощь корреспондента. Неудивительно, вес тыквы 38 килограммов. Показала соседка, даже не видел, в траве она была. Когда соседка убрала картофель, ботву срезала и показала, что около ее забора она была, эта тыква. Удивился. Удивился. Такого чуда не бывало. Каким образом в дальнейшем будет использоваться это огородное чудо, кунгурский мичуринец нам не рассказал. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, то звоните нам по телефону 23413 или оставляйте на сайте www.trkkungur.ru Всего доброго, до свидания. Размер имеет значение. Корпорации «Центр» скидки 30, 40, 50% на всю бытовую электронику с 12 по 31 октября. Отдел «Электролюкс» в магазине «Каскад» предлагает все для электрики. Выключатели и розетки, счетчики и кабельная продукция. Вашему вниманию красивые европейские люстры, торшеры и светильники, уличные фонари, удлинители, светодиодная лента и многое другое. Отдел «Электролюкс» в магазине «Каскад» на цокальном этаже. Улица Советская, 15А. «Электролюкс» Свет вашему дому. Вот он красуется не вдалеке. Желто-синий, высокий, просторный стоит величава. Эх, не солгали предчувствия мне, да мне друзья не солгали. Ух ты, нашел я здесь все, что хотел. Вот это чудо-чудес. Светлоскоп! Коли строительство или ремонт, дома затеял ты смело. А с артементом он не подведет. Да, это чудо-чудес. Светлоскоп! Когда вам нужны деньги, но не хочется никуда идти, просто позвоните в банк. Алло? Да, нужно. Горячие кредиты с переплатой всего 10,4%. Хорошим клиентам хорошие условия. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Не любите зимнюю стужу? Купите теплую обувь для себя, детей и мужа. Комфортная обувь из натуральной кожи. Новая зимняя коллекция Юничел. Новая зимняя коллекция Юничел. Новая зимняя коллекция Юничел. Партнер прогноза погоды магазин Ева. В наших шубках вам всегда будет тепло и уютно. Четверг, 25 октября, в Кунгуре ясно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 2, днем ожидается до 2 градусов тепла. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» компания «Сарко». Весь сентябрь скидка на двери 5%. Когда стены штукатурены, многие сразу бросаются клеить на них обои. Но это совершенно неверно, потому что должны быть еще слой шпаклевки и грунтовки между стеной и обоями. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Разговор сегодня пойдет о шпаклевках. Полную гамму шпаклевок для внутренних работ предлагают все крупные производители строительных и лакокрасочных материалов. Для отделки с сухих помещений выпускается несколько видов шпаклевок черновые и финишные, которые в свою очередь делятся на крупно и мелкозернистые. Наносятся шпаклевки обычно механически или методом напыления. В дорогих, высококачественных составах твердая частица имеет очень небольшое сечение. В результате стены и потолки можно сделать очень ровными и гладкими. Кроме того, в состав шпаклевок входит целый ряд специальных химических добавок, которые повышают их прочность. Также они обеспечивают равномерность высыхания раствора, а впоследствии и эластичность готового слоя. Главное помнить, что продукты разных уровней плохо совмещаются между собой. И что при применении дорогих материалов лучше всего пользоваться продукцией одной фирмы. Иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта, а точнее, просто у разбитой стены. Поэтому используйте грунтовки, шпаклевки, плиточный клей и сухие смеси от одного производителя. Тогда у вас не будет никаких проблем. Необходимость применения шпаклевки можно показать на примере обоев. Если вы зашпаклевали стену, то обработанная основа обеспечивает стабильное и равномерное впитывание клея. А значит, обои не будут компкаться, натягиваться и не пойдут морщинами. Ну а если вы пренебрегли шпаклевкой, то готовьтесь к трагичному исходу. В лучшем случае на стене проступят все дефекты поверхности. Ну а в худшем обои просто не приклеятся. Применение шпаклевок позволяет добиться идеальной ровности вашей стены. Это особенно актуально, когда вы используете тонкие обои. К тому же, рынок строительных материалов, можно сказать, перенасыщен этим отделочным материалом. Это была программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Азов. Удачного вам ремонта! Партнер рубрики «Если завтра ремонт» надежная компания «Уралстройсервис». Окна и двери из металлопластика и алюминия. Продается трехкомнатная благоустроенная квартира улучшенной планировки в микрорайоне Черемушки по улице Красная, 24. Цена 2,5 миллиона рублей. Телефон 2-11-16 или 8-902-64-222-71. 26 октября в 15 часов дня в зале Театра молодежи по улице Гоголя, 27 состоится встреча с членами призывной комиссии города Кунгура по вопросам призыва граждан на военную службу. 20 октября в районе Заирении потерялась собака породы Чао-Чао. На собаке одета шлия. Просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 8-950-47-402-52. Найдены документы на имя Гребневой Алифтины Леонидовны. За документами можно обратиться на телевидении или по телефону 2-34-13. Разыскивается Ефимова Анастасия Сергеевна, 1996 года рождения, которая 28 августа этого года ушла из дома, расположенного по адресу город Кунгур, улица Нефтяников, 35, и не вернулась. Рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы русы длинные, глаза голубые, была одета в спортивную кофту с узорами, джинсы синего цвета, сапоги черного цвета. Всем, кому что-либо известно, просьба обратиться по телефону 620-31-620-30 или 02. Подшивалая Оксане, срочно требуется помощь. Оксана находится в тяжелом состоянии, у нее отказали обе почки. Диагноз – хроническая почечная недостаточность. Это когда нарушены все функции почек. Единственное, что может спасти девушку – пересадка почки. В данный момент Оксана находится в Перми, в центре диализа. Для проведения дорогостоящей операции нужны немалые деньги. Недостающая сумма – 600 тысяч рублей. Если вы готовы помочь Оксане, звоните по телефону 8-904-849-45-85. Это телефон ее мамы. Семья будет благодарна каждому откликнувшемуся. За любую помощь средства для оказания помощи можно переводить на счет филиала Сбербанка России. Номер счета вы видите ниже. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»